На мой взгляд, совершенно справедливо, что пиво приравняли к спиртным напиткам. И парадоксально, вот если сейчас человек может выпить несколько кружек пива, и он бывает пьянее, чем тот, который выпил бутылку вына, напивается, понимаете? И в то же время этот напиток считается неалкогольным. А разнеалкогольным, значит, здесь уже, так сказать, повод будет формальный, что его употребляли несовершеннолетние, его употребляли женщины. На фоне пива у нас развивался и детский, и женский алкоголизм. Поэтому это правильно, что его приравняли. И торговля им будет осуществляться таким уже образом, как и торговля крепкими спиртными напитками. Ну, представляете, вот в киосках в ночное время, круглосуточно доступно вот этот алкоголь. Идет молодежь с дискотеки, откуда-то с вечеринки, или просто отдыхает. Вот если его не будет в этом киоске, вряд ли кто пойдет ночью где-то искать подпольную, купить бутылку этого пива. Тем более, что ночью оно ведь даже в специализированных магазинах подаваться не будет, понимаете? Не у всех будет возможность пойти в ресторан или кафе. Значит, нет его, ну и не надо. Киоски будут работать, там будет продаваться минеральная вода, сок. А вы уверены, что они будут работать? Вы знаете, вот после того, как был принят закон, был утвержден, сразу же пошла волна сообщений от владельцев, значит, вот этих вот мелкорозничных объектов торговли. Они говорят, что невыгодным просто содержать объект. На шоколадках бизнеса не сделают. Зайдешь в киоск, там что продается всегда? Продается пиво и сигареты, по большому счету. То, на чем они делают деньги. Знаете, закон вступает в силу не завтра, а с 2013 года. Есть время перепрофилироваться? И я думаю, что слухи о смерти всех этих киосков явно преждевременные. Приспособятся наши, значит, предприниматели и будут торговать там той продукцией, которая будет востребована. Конечно, пивом торговать легко, понимаете. Пиво – это низкоро портящийся продукт. Это продукт, который пользуется постоянно круглые сутки спросом. И, значит, взял в аренду этот киоск и, не прилагая никаких усилий, давай, значит, продавай, спаивай и получай прибыль. Ничего, я думаю, приспособятся и будут торговать в этих киосках, оборудуются соответствующими холодильными камерами. И будут там и сосиски, и молоко, и кефир, и остальные продукты, соки. Нормально. Конечно, посложнее будет, посложнее. Надо будет крутиться, надо будет думать, потому что продукты скоро портящиеся, их надо реализовать. А пиво так затарил, там оно хранящееся, это пастеризованное, тем более несколько месяцев его срок. Поэтому ничего в этом страшного нет, значит, перепрофилируется. А сегодня ставить интересы предпринимателя, интересы коммерсанта, значит, а не ставя впереди интересы нашего населения, молодежи в первую очередь, я думаю, нельзя. Поэтому компромисс будет достигнут, все будет решено. И я уверен, готов побиться заклад, что ни одного киоска, ни на одну единицу киосков в Кирове к 13-му году не станет меньше. Если их по каким-то другим причинам не уберут или не заберут. Ну если только да, из-за того, что нечем торговать, ничего, все будет нормально. Но если вот говорить об интересах предпринимателей, очень многие опасаются того, что, насколько я понимаю, пиво в цене вырастет, да, то есть налоговая составляющая в цене пива, она увеличится. То есть напиток станет дороже, то есть, соответственно, продавать его, видимо, будут меньше. И, кроме того, насколько я понимаю, и по объему тары тоже будет регулирование. То есть уже вот такими сиськами, прошу прощения, там, 5-литровым пиво продавать не будет. Да нет, этот вопрос этот сняли, о таре, то так, насколько я знаю, значит, это так было в стадии обсуждения, пока, значит, тара-то остается прежней, значит, и что касается повышения цены, тоже тут никаких глобальных повышений цены пива не предвидится. Так что реализации его будет, но мы понимаем, что пришел в магазин, купил пиво, вот, иди домой, выпь, отдохну. Вы понимаете, вот, и вот запрет введен на употребление пива, ну, практически во всех общественных местах. То есть то, что было в Кировской области, оно теперь по России уже будет, да? Да, оно будет в целом по России, и этим законом, который мы приняли, дается право регионам, региональным властям вообще ввозить и другие запреты. То есть меньше... Вплоть до полного запрета? Вплоть до полного запрета. Если вот регион придет к выводу, что вообще можно прекратить торговлю алкоголем, они вправе по закону это делать. Да это ж народные бунты будут. Ну нет, ну это закон дает такое право, я не думаю, что кто-то тут будет закрывать, ну, по крайней мере, значит, учитывая какие-то ситуации, обстоятельства, так сказать, оригинальные особенности, могут там изменить время или дни какие-то установить. Ну это вот так у нас введено, когда крепким алкоголем, крепче 15 градусов, запрещено 4 дня торговать, там день молодежи и так далее. То есть такое правда, ну, и понимаете, конечно, вот понятное дело, что около каждого желающего выпить пиво, не поставившим милиционера там или дружинника, но тем не менее мы должны исходить с того, что большинство нашего населения добропорядочные люди. Да, будут алкаши какие-то, отморозки, которые там, значит, вот будут это пиво лакать, я обворачиваю в газету там или что-то, но остальные это не будут, потому что это запрещено, понимаете, одно время, когда закона не было и когда пить пиво, сидя на скамейке там, парке и так далее, ну это было не запрещено. Ну и любые граждане могли, так сказать, принять эту бутылочку на глазах у всех и никаких мер принять нельзя, и это не считалось постыдно, потому что это не нарушало закон. Сегодня я понимаю, что вот большинство населения, зная, что это запрещено, что это незаконно, ну никто ведь не будет распивать в парке, сквере или на скамейке, увидят же соседей, увидят знакомое и так далее и там подобное. Милиционер увидит в конце концов. Да, да, милиционер, а в отношении тех, кто не будет нарушать, безусловно, должны принимать, значит, меры правоохранительные органы, сотрудники милиции, добровольные народные дружины, которые у нас тоже работают, может не так оттекнувно, как раньше, но тем не менее, вот. Да, я думаю, что увидев подростка, распивающего алкоголь, там спиртное пиво и так далее, каждый из нас должен сделать, по крайней мере, замечание, предупредить, и это будет тоже... Подростки не всегда адекватно реагируют. Ну, это понятно, понятно, но если вы, конечно, идете одна вечером, и группа подростка распивает, вам лучше об этом сообщить полиции. Но если идет 2-3 мужчины, значит, там сидит 2-3 молокососа 14-летних и 15-летних, которые сосут это пиво с банки, я думаю, что есть необходимость прийти и предупредить, ну-ка, ребята, давайте выбрасывайте пиво в урну, вот, и прекратите этим делом заниматься. А то мы сейчас вас отведем или в милицию, или родителям сдадим. Вот это, я думаю, что не быть равнодушными. А так, конечно, тут жизни-жизи в некоторых случаях, наверное, может быть, и не стоит связываться, особенно, так сказать, в таких укромных местах. Алексей Михайлович, а правильно ли я понимаю, вот запретят употреблять алкоголь в парках, на пляжах, то есть запретят употреблять алкоголь и приобретенный в стационарных кафе, то есть на территории кафе, например, можно, а с этим же стаканчиком с пивом там выйти куда-то за территорию кафе уже нельзя, уже запрет. Ну, совершенно правильно. Я вот за границей бываю нечасто, но один раз мне пришлось быть в Греции на пляже, значит, так, вот, я обратил внимание, там, значит, на пляже никто не пьет и никто не курит. Ни алкоголь, вот, ни вот эти, значит, пиво, значит, никто. Ну, пожалуйста, через некоторое там расстояние, через дорогу переходишь, прямо в плавках, можешь не одеваясь, там ресторан, пожалуйста, приди, можешь выпить, что хочешь, вот, в меру, хоть виски, хоть пиво, но на пляже, на пляже табу, никакого алкоголя, в том числе пива, никаких сигарет. Там люди отдыхают, там дети, там женщины, там порядок. И меня это приятно удивило. У нас, если ты ложишься на песок, то обязательно утыкаешься своим лицом в окурки, которые, чинарки эти вонючие, потом пивные, значит, эти пробки, там грязь и так далее. Там этого нет, там культура, цивилизация. Хотя, разрешается, пойди, выпей, отдохнул, пришел и снова. Ну, раз же про сигареты заговорили. Очень хочется спросить, потому что, ну, довелось тоже поездить по всему миру, и, пожалуй, более заметно в других странах, что там борются не с алкоголизмом, хотя, может быть, там такой проблем серьезный не стоит, борются с курением, прежде всего, да. А у нас вот как-то последние годы в России развернулась борьба вот с другим, с одним из двух социальных зол, именно с алкоголем. Вот, относительно курения, какая позиция ваша и какая позиция депутатов? То есть, будут какие-то меры на ограничение курения? Ну, да, Госдума возьмется. Конечно, один из моментов, хотели увеличить акцизы, то есть, дороговизна этих сигарет, папирос, ну, отвадить курильщиков. Но они дешево стоят в России, это очевидно. Да, ну, это одна из мер, которые будут приниматься, но, на мой взгляд, здесь, конечно, не только в цене дела, надо все-таки работать с народом. С одной стороны, я вот за то, чтобы были драконовские штрафы, драконовские меры для тех, кто курит в общественных местах. Вообще, запретить курить, ну, как я сейчас делал, в самолетах, в поездах, значит, в местах общественного питания, вот, и на улицах. Вы понимаете, вот, идешь впереди, особенно в парке, я вот, когда бывает, особенно, значит, отдыхаешь там на Северном Кавказе, идешь утром в парке на прогулку или на этот водопой, и впереди какой-нибудь куряка из сигареты идет, а там же вот аллея, она, значит, такая, значит, ветвями все закрыто, как по тоннелю. И вот этот паровоз пройдет с сигаретой, там все, значит, настроение, весь лечебный эффект пропадает. Ну, вот у вас я в студию зашел, смотрю, такие красивые девушки стоят у входа, всегда ни одного мальчика, а девушки смолят, курят, курят. Пойдите вы, посмотрите, у здания мединститута ПЕД, будущие медики, будущие педагоги, и кто курит? Большинство девчонки, и мальчики, конечно, и тоже. Поэтому вот надо, безусловно, вести разъяснительную работу. Видите, я ведь не могу принять законы вот сам. Вот если бы такое право было, вот, Алексей Михайлович, вот как бы вы, я бы одним из моментов бы такой дискриминационный, ну, эффективный. Вот, допустим, при приеме на работу, если человек курящий, то при равных условиях на работу должен приниматься не курящий. Вот есть две вакансии, вы курите, все, вы нам не нужны. При равных возможностях, допустим, здесь речь пойдет об увольнении, о сокращении штатов, должно, в первую очередь, курящие, чтобы люди понимали, привыкать к этой пагубной привычке нельзя. Потому что она портит не только здоровье себе, вот если алкоголик, то он, ну, больше себе портит, так сказать, и здоровье, ну, семью там ставит бедственное положение. А вот курящий, курящий, он и себя, и окружающего, понимаете? Отравляет? Вот у нас в Думе пока не запретили курить, вот один выделили лестничный марш, там ведь невозможно было пройти, задыхайся. И вот они стоят на каждом этаже, и в большинстве своем женщины, 10 человек стоит, из них 8 женщин, 2 мужика, и смолят, это без конца. А тебе посмотришь так вот, душновато в кабинете, откроешь, и смотришь, некоторые, раз 10 он до обеда пойдет туда покурить, сюда покурить. Какая производительность труда от таких сотрудников? Поэтому, я считаю, здесь надо добиваться, чтобы в трудовой кодекс выносить определенные, так сказать, поправки, чтобы все понимали, что тот, кто курит, он в какой-то мере ущербный, это первое. И второе, безусловно, нужны строгие меры ответственности за курение в общественных местах, в том числе и на улицах, на лестничных площадках, на балконах дому. Вы представляете, внизу курит без конца, а вверху пожилая женщина, и маленький ребенок в коляске, и вот эта дымина идет. Поэтому, вот, надо принимать меры и серьезным образом наказывать, вот, поэтому я согласен с вами, что, вот, борьба с алкоголем, с алкоголизмом, значит, вот, с этими нашими проблемами, связанные с пивом и так далее, они взаимосвязаны и с курением, надо серьезно бороться, и я, вот, как законодатель, готов, так сказать, в эту борьбу вступить.